Итак, мы приступаем к визуализации трехэтажного жилого частного дома. Сегодня мы построим коробку первого этажа. Вот так вот сейчас выглядит этот дом на данном этапе строительства. Это реальный объект, находится в деревне Кунисниково, Дмитровского района Московской области. У нас имеется архитектурный проект этого дома со всеми размерами, чертежами, развертками, разрезами. Мы построим сегодня коробку первого этажа. Для этого нам необходимо будет знать ее размеры, то есть сложить вот эти размеры по этой оси и по этой, для того, чтобы создать коробку этого этажа. Также у нас имеется согласованная с заказчиком планировка каждого этажа с расстановкой мебели, сантехники и оборудования. И вот с этого мы начнем. Для начала убедимся, что наши единицы соответствуют тому, в каких мы будем строить. Здесь должны быть миллиметры, миллиметры, окей. Создаем plane в проекции и топ, плоскость. Чтобы убрать эти лишние ребра, пощелкаем правой кнопочкой вот сюда. Нам удобнее всего будет работать с видом Shaded и без вот этой вот сетки. С помощью кнопки G на клавиатуре мы ее можем с каждой проекцией убрать. Она нам совершенно не нужна. Задать этой плоскости нужны те размеры, которые у нас получились при сложении всех проемов в архитектурном проекте. Это у нас 9700 миллиметров на 13450 миллиметров. Вот такой вот у нас получился plane. Далее. Нам нужно эту планировку обрезать по внутреннему контуру. Поскольку мы делаем именно дизайн интерьера, то нам нужна только внутренняя ее часть. Поэтому обрежем. В любой программе это можно сделать. Хоть в Paint, хоть в Photoshop. Оставляем только внутреннюю часть. Сохраняем. И теперь мы эту планировку перетаскиваем на созданную нами плоскость. Если мы сделали все правильно, то у нас должен круглый стол быть круглым. То есть не должно быть искажений масштабов никаких. Вот она у нас планировка. Сейчас мы будем создавать стены. Также с помощью плейнов. То есть плоскостей. Вот берем, начинаем с любого угла. Создаем плейн. Можем задать ему какой-нибудь цвет поярче, чтобы он был попозитивнее как-то. Тут же правой кнопочкой на него Convert to Editable Poly. Это мы сейчас будем создавать стены. Переходим на уровень под объекта Edge. Берем за любое ребро и по стрелочке тянем его до ближайшего узла. У нас здесь окно. Доходим мы до окна. Значит, за ребро мы хватаем за ребро с кнопкой Shift. И тянем его. И у нас появляется дополнительное ребро, которое двигает нашу стену вдоль этой вот стрелочки. Потом, когда мы дошли до какого-то узла, мы останавливаемся. Потом опять нажимаем кнопку Shift. И опять тянем до следующего узла. Опять останавливаемся. Тут у нас шкаф. Опять нажимаем кнопку Shift. Опять останавливаемся. То есть все отпускаем. Опять нажимаем кнопку Shift. И тянем по стрелочке. Опять останавливаемся. И вот таким образом мы очерчиваем нашу планировку. Здесь очень важно быть внимательным для того, чтобы не пропустить какого-либо окна, либо дверного проема, чтобы потом не сталкиваться с необходимостью его прорезания. Вот. Здесь вот до сюда мы дойдем. Тут у нас заканчиваются ровные линии. Поэтому мы вернемся туда, где у нас были линии ровные, чтобы пока не усложнять вам задачу. Значит, продолжим построение с этой стороны. Здесь вот у нас входная дверь. Мы вот так вот с помощью кнопки Shift и ее тоже обчертим. Вот так. Берем именно то ребро, которое планируется у нас. Здесь вот у нас тоже есть два окна. Вот так вот мы до каждого из них дочерчиваем. И вот эта дверь, выход на террасу. До сюда мы дошли. Здесь у нас будет хозяйственное помещение. Мы его не проектируем. Поэтому можно оставить его без внимания. Мы его просто обходим стороной. Когда ходим до поворота стены или до какого-либо узла, отпускаем все и Shift, и кнопку мыши. Здесь вот у нас будет ванная. Санузел. Поэтому мы это помещение оставляем без контура. Мы его не проектируем. Поэтому его у нас просто не будет. Обчерчиваем это окно. И идем дальше. Здесь вот мы, видите, можно по-любому из этих контуров идти. В принципе, это не имеет значения. Главное, чтобы все было ровно, и потом можно было встретиться с этими стенами. Вот. Доходим до сюда. Толщину внешних стен можно делать произвольную. Это ни на что не влияет. Поскольку мы делаем дизайн интерьера. Изнутри это заметно практически не будет. Тем более, что на окнах будут висеть шторы. Так. Вот. Можно сейчас вот эту стену довести до сюда. Чтобы они, эти стены, встретились. Вот. Вот эту вот стену также выдавливаем сюда. Вот. Здесь вот у нас появляется первый стык. На этих стыках у нас должны они обязательно сходиться. В противном случае, при визуализации, если вы оставите, даже вот так вот вплотную сделаете, оставите щель, то при визуализации может проникать свет из одного помещения в другое и не сильно испортить вам настроение. Поэтому мы сделаем следующим образом. Перейдем на уровень редактирования точек. Выделим соседние точки, которые нам надо соединить. Здесь есть такая замечательная кнопочка Weld. Нажимаем на параметры рядом с ней и задаем площадь, которую мы будем велдить. Я ставлю 10 миллиметров, то есть в пределах одного сантиметра точки будут соединяться. Больше не рекомендую ставить. Также вот эти точки мы тоже... Здесь уже можно не выбирать параметры, а сразу нажимать на кнопку Weld. Она запоминает и будет автоматически использовать. Опять переходим на уровень редактирования ребер, чтобы нам соединить вот эти стены. Поскольку над дверью также будет у нас стена. Вот здесь видим, что мы поступили не совсем правильно, что пошли вот таким вот путем. Надо было делать все по порядку, потому что теперь у нас немножко не совпадает уровень этих стен. Но мы можем поступить вот так. Может быть это даже к лучшему, что мы немножко усложнили задачу. Вот мы хотим немножко подтянуть вот эту стенку к вот этой. Поскольку у нас стрелочка находится здесь, мы ее не видим. А нам надо именно при таком приближении это делать. То есть такая замечательная функция изменения местоположения стрелок. Она появляется там, где мы работаем. Очень удобно. Главное потом вернуть все в свое положение. Чтобы потом не столкнуться с рядом неудобств, о которых мы поговорим чуть позже. Так же вот здесь вот мы приближаем. И по возможности выставляем на один уровень. Переходим на уровень под объекта. Точки. И вэлдим их. Соединяем. Вэлд. Здесь лучше всего вернуть эти стрелочки на их законное место. И мы продолжаем работу по построению стен. Продолжаем строить вот эту стену. И идем по контуру. Доходим до сюда. Здесь вот у нас будет стена в две стороны идти. И сюда, и сюда. Вот так вот ее. Там, где стык, обязательно надо свелдить. Можно это делать на глаз. Без резкого приближения. Можно делать поточнее. Как пожелаете. Там речь идет о нескольких миллиметрах. Я думаю, что этого никто не почувствует. И вы этого даже не сами не заметите. Здесь вот мы тоже подтянули. Видим, что она у нас немножко отошла. Мы ее подтянем. Подтянули. Для того, чтобы соединить. Чтобы стык получился ровным. Также выделяем эти точки. Вайлд. Выделяем эти точки. Также Вайлд. И у нас осталось самое сложное. Это эркер. Как мы будем работать с эркером? Нам нужно очертить вот эту вот стену. Переходим на режим редактирования точек. Передвигаем эту точку вот сюда. Переходим опять в режим редактирования ребер. И с шифтом перетаскиваем это ребро вот до первого угла. Опять переходим в режим редактирования точек. И перетаскиваем точку туда, где у нас угол. Для чего это нужно? Для того, чтобы толщина стен у нас была везде одинаковой. Дальше мы с шифтом также перетаскиваем это ребро сюда. Вот у нас оконный проем. Перетаскиваем его сюда. Здесь мы переходим заново в режим редактирования точек. И у нас есть два варианта. Можем искривить внутреннюю стену. Вот так вот. В принципе она ни на что не влияет. Нам нужна только внутренняя часть. Внешнюю нам не нужна. Поворачиваем. Это у нас следующее окно. И это у нас окно дальше. И так мы продолжаем. Протягиваем сюда. Протягиваем сюда. Сюда. Здесь мы соединяем эти точки. А тут мы эту точку подтягиваем сюда. А эту точку подтягиваем сюда. И так же эти точки соединяем. И так у нас получился контур дома. Вот эту перегородку мы пока строить не будем. Потому что возможно она будет у нас стеклянная. Рочная. Поэтому это не обязательно. Вот. В принципе все. Дальше. Мы обчертили. Ладно. Нам нужно теперь вытянуть из вот этого контура стены. Каким образом? Мы перейдем на уровень редактирования под объекта. Полигон. Выделим все полигоны. Которые у нас есть в сцене. И нажмем такую замечательную кнопочку. Extrude. То есть выдавливание. На какую величину мы будем выдавливать эти полигоны? У нас есть высоты подоконников, окон, дверей и потолка. У нас несколько типов окон. Которые также указаны в архитектурном проекте. Первый подоконник у нас имеет высоту 1000 мм. То есть 100 см. Мы нажимаем плюсик. И еще раз нажимаем плюсик. Для того, чтобы повторно выдавить стену. Далее у нас в санузлах окна находятся на высоте метр семьдесят. То есть мы к этой 1000 добавляем еще 700. И это у нас будет высота подоконника, окна в санузлах. Далее у нас идет высота дверного проема 2100. Мы уже сделали 1000, мы уже сделали 700. И для того, чтобы у нас было 2100, нам осталось сколько? 400. Он осталось выдавить на высоту 400. Опять нажимаем плюсик. Дальше у нас идет высота окон. То есть у нас заканчивается окно в санузле. Оно у нас заканчивается... Высота этого окна 750. Оно у нас началось на высоте метр семьдесят. Метр семьдесят плюс семьсот пятьдесят. И у нас осталось добавить 350 миллиметров. Это у нас будет высота окон в санузлах. У нас осталась еще высота окон в кухне и гостиной. Тут высота окон равна метр пятьдесят. И нам осталось добавить пять сантиметров. То есть пятьдесят миллиметров до этой высоты. И дальше у нас идет высота потолка. До потолка осталось пятьдесят сантиметров. Таким образом, сложив все имеющиеся у нас высоты, мы их постепенно наращивали стены и подняли их на эту высоту. Для чего мы это сделали, сейчас вам будет понятно. Далее, не выходя из уровня редактирования полигонов, мы начнем выдавливать окна и двери. Вот давайте выдавим, например, входную дверь. Входная дверь у нас вот эта высота, плюс вот эта, плюс вот эта. Это у нас высота два сто. То есть тысячу, семьсот и четыреста. Вот мы выделили эти полигоны с двух сторон. Кстати, чтобы убрать вот эти вот тени неприятные, можно здесь из режима реалистик перейти в режим шейда. И тогда тени не будет, очень удобно. Мы выделили встречные полигоны. И есть такая замечательная кнопка бридж. Она объединяет эти полигоны и они прорубают такой мост. Бридж. Далее, давайте вырежем вот эту дверь. Также раз, два, три. Раз, два, три. Вырезаем. Также мы можем вырезать вот это окно. Оно у нас находится на высоте тысячу миллиметров. Оно у нас имеет свою высоту тысячу пятьсот. То есть вот до сюда. Это вот у нас высота окна. Это я высчитывал из архитектурного проекта. Также нажимаем бридж. Также у нас еще имеется окно вот здесь. Мы его также выделяем. Если что-то не то выделили, кнопка Ctrl Z снимет это выделение легко. Также нажимаем бридж. У нас еще вот здесь вот имеется такая дверь портал. Мы отсюда ее также можем вырезать кнопкой бридж. У нас еще вот здесь вот дверь. Санузел мы также ее вырезаем кнопкой бридж. У нас еще есть дверь в кладовую. Но кладовую, поскольку мы не проектируем, мы просто дверь вырежем. Ставим сюда дверь и все. И закроем. Так вот мы вырезаем все двери. Но здесь вот у нас такой портал. Тоже и высотой 2-100. Который соединяет кухню с гостиной. Такого портала. И вот здесь вот у нас 3 окна. Это высокие окна. С этой стороны. Вот эти вот окна. Мы их также вырезаем. Здесь у нас выход на террасу. Мы его также прорубаем. Здесь у нас окошко. Вот отсюда начинается. Мы его прорубаем. Так. Вот это вот очень страшная штука. Если вы при нажатии немножко сдвинули мышь. У вас от этого искривляется стенка. Может быть это не сильно заметно. Мы при рендере очень сильно будут заметны. Поэтому мы нажимаем Ctrl-Z. И восстанавливаем справедливость. Бридж. Далее у нас есть окошко. Которое находится на высоте метр семьдесят. И имеет высоту семьдесят пять. Вот оно. Мы его также прорубаем. Так. Все ли у нас. И вот здесь вот у нас еще остались два окошка. Прихожей. Здесь вот они находятся. Но вот это тоже на высоте. Вот так вот можно их прорубить. Одним махом. Так. Теперь кажется все. И вот мы построили коробку дома. Коробка готова к работе. Она имеет стены. Проемы. Единственный момент. Я бы удалил вот эти вот полигоны. Оставшиеся. Поскольку потом при рендере они возможно будут проглядывать. Для этого переходим заново в режим редактирования полигонов. Выделяем эти полигоны. И нажимаем Delete. В данном случае можно так поступить. Не всегда можно безнаказанно удалять полигоны. Иногда это чревато разрушением сетки. Но. В данном случае это сделать можно. Без последствий. Вот таким образом у нас получилась. Получилась такая коробка. Этого дома. Дальше нам необходимо будет поставить у нее окна. Врезать двери. Сделать пол. Потолок. Но это уже будет в следующем занятии. А пока я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. И ждите следующего урока. Спасибо за внимание. Пока.